Рэбби Король Машея и, с другой стороны, тем, что ученики Рэбби Акивы перестали умирать. И всё это сходится в одну точку, в Лакбаумир. В Лакбаумир, когда это день возношения, вознесения Рэбби Шима Барюхая, его последний день, когда он был в этом мире и сказал «Супер Тору, супер секреты Торы», и вознесся, его душа поднялась наверх. Так вот, одно слово, которое может разрешить этот весь клубок, чтобы мы поняли, о чём идёт речь. Когда есть труба, и она засоряется, происходит засорение трубы, и вода уже не может пройти. На иврите это называется «стима», да, засорилась труба. Так вот, «стима», засорение трубы – это то слово, которое может разрешить нам все вопросы по отношению к Лакбаумиру. Когда не рождаются дети, молодые ребята, или есть проблемы у девушки, у женщины, или есть проблемы у мужчины, что-то не идёт, что-то не идёт. И даже врачи могут проверить, и всё хорошо, и она здоровая, и он здоровый, и не идёт. Что-то закрыто, запечатано. Не получается. Теперь, ученики раби Акивы, они тоже были закрыты. В чём они были закрыты? Они были уверены, каждый был уверен в том, что он прав, что его мнение правильное, что он лучше всех понимает то, что говорит их учитель раби Акива. И в этом тоже является затычка, закрепление. Они не могли это раскрыть. То есть, они были закрыты на своём, на своём куче, на себе, на своих мыслях, на своих мозгах. Раби Шимон, Баруй Хай, по своей сути, по своему строению, он был гура, он была строгость. Он был строгость. Когда он отсидел в 12 лет в пещере, и они вышли со своим сыном Элизаром, то они, когда увидели, что люди, кроме того, чтобы учить Туру, они ещё поошут, они ещё занимаются другими делами, всё начало гореть, всё начало сжигаться. Почему? Потому что он, как это? Вы не занимаетесь Туру, вы не учите Туру, какие могут быть ещё дела? То есть, это была строгость. Когда он вышел через 13, ещё год просидел в пещере, он вышел, и он изменился. Он очень сильно изменился. То есть, он стал принимать людей, таких, какие они есть. Да, нужно учить Туру, но есть другие вещи, которые Раби Шимон принял. То есть, он изменился на все 180 градусов. То есть, он раскрыл свою вот эту вот стимул, своё закрытие, свою точку, которая была запечатана. И поэтому, когда Раби Шимон Бар-Люхай, величайший мудрец Туры, он смог раскрыться, он смог измениться, он смог пробить эту стимул, эту закупорку, то в этот день получается, что каждый, у которого есть какие-то стимоты, какие-то закупорки в своей жизни, Раби Шимон Бар-Люхай помогает этому человеку пробить эту закупорку. И поэтому, все едут на Мирон, просят Раби Шимон Бар-Люхай, чтобы раскрылись решения с их проблемой, чтобы все экраны, все какие-то вещи, которые у них на пути находятся, чтобы они отошли в сторону. Но, очень важно, параллельно с тем, что ты просишь у Раби Шимон Бар-Люхай, Благба умер, и в этот день действительно есть большая святость, большие силы. Постараться изменить себя, изменить себя, те качества, которые у тебя есть, и они тебе мешают раскрепоститься, раскрыться, идти дальше вперед, и тогда у тебя все получится. Субтитры создавал DimaTorzok